Возвращаемся к тачкам, которые мы можем купить. И у нас здесь очередной новичок из Китая, Чаньян КС-55. И, похоже, это первый и последний раз, когда я произнес название марки и модели правильно. Этих кроссоверов в Китае продается больше, чем у нас, например, Лады Гранты. Вообще Чанган в Китае это лидер внутреннего рынка и продает в год, например, в 2019 году он продал 3 плюс миллиона автомобилей. Напомню, у нас на всем рынке все производители за год продали чуть больше миллиона. И сразу для комментаторов, аналитиков и нострадамусов. По краске и оцинковке здесь уделено особое внимание. Также аналитическое агентство JD Powers на китайском рынке признало КС-55 в 2018 году самым качественным. Он обогнал, например, Сузуки Витаро, Jeep Renegade и Nissan Kick. Также КС-55 заработал 5 из 5 звезд на китайском N-CAPе. У нас же на рынке еще плюсом к этому 5 лет или 150 тысяч километров гарантия. Так что не стоит посыпать сразу голову пеплом и делать выводы. Естественно, нам привезли дорестайлинговую модель, потому что в Китае она уже выглядит вот так, а интерьер у нее вот такой. Также не довезли нам и подушек. Здесь даже в топовой комплектации всего лишь две фронтальные подушки. Но вообще даже удивительно, что к нам что-то привезли. Компания, которая легко продает 3 плюс миллиона автомобилей, к нам тут здесь больше мучений каких-то, чем продаж. Не нужно думать, что тачка по размерам это как Hyundai Creta. Нет, она по размерам точно как Tiguan. Спереди у нас MacPherson, сзади многорычажка. Вкруг у нас дисковые тормоза. Дорожный просвет 190 миллиметров. И да, только передний привод. Но это, конечно, очень жаль. С полным приводом эта тачка смотрелась бы намного выигрышней. Как, впрочем, и любая другая. Приятный внешний вид. У автомобиля хорошая пропорция. Он не узкий, не высокий, не какой-то там неправильный. Все как надо. Есть какие-то интересные элементы. Например, ручки неплохо выглядят. Вот эта вот стоечка прикольно смотрится. Нормально выглядит оптика. Все как-то с элементами светодиодными. В общем, что-то такое средненькое. Прям не ноу-хау, везде тут и феншуй, но и не полная дерьмища. Ватерлиния здесь все нормально. Некрашенным пластиком. Все закрыто. Так, ну-ка двери, пороги. Но здесь нет. Здесь грязька будет попадать. Нет никакого уплотнителя. Да и порог снизу торчит. Но, тем не менее, пластика дофигища. Все закрыто. Вот смотрите, как закрываются двери на китайцах. Ну, это же жесть. То есть, наоборот, это круто. А все остальное сейчас, что на рынке. Вот раньше на японцах так закрывались двери. А почему-то сейчас у всех стало, как будто душка унитаза без микролифта падает. Бэмс просто. А у китайцев, наоборот, стало все правильно. Как в холодильничке. Офигенный звук. Прям вот хочется открывать и закрывать дверь. Ну, круто же. Да и вообще собрано все. Посмотрите. Вот просто не придраться. Зазорчики минимальные. Все ровненько. Покрашена машина отлично. Как у РАВ-4 здесь рейлинги не шатаются. Здесь ничего не шатается. Я даже не знаю. Вот, блин, посмотрите. Вот здесь стекло так в такой вот резиночке вставлено. Блин, смотрится офигенно. Здесь такие мини-миспусерные зазоры, что даже вот просто на один этот участок можно любоваться. И это реально вот Китай такой стал. Движок у нас. Так, где пипка? Наш... Ух, ни хрена Си, Капутина. Пиздец. Надо подкачаться. Надо, надо подкачаться. Ни хрена Си. Нормал. А он окажется заведен у нас. Офигеть, как тихо работает. В общем. Блюкор. Тут все понятно, все написано. 1.5 турбо. Почему-то название здесь 230Т. Но нет. Тут всего лишь 143 лошадиные силы. И это, кстати, для нашего рынка заниженное значение специально. 210 крутящего. Шестиступенчатый Айсин. В общем, нужно заценить и проверить эту безудержную мощь. Ну что, замер 0-100. Вот такая вот офигенная у нас дорожка. Просто обычная зимняя подмосковная дорога. Сейчас посмотрим, сколько сольет относительно 10,5 своих паспортных переднеприводный кроссовер. Ну, Саня там заезд. Нет, здесь у меня клевая система Bosch. А у Саня нога, и он куда-то начинает рвать. Нет. Ну, 15,6. Нормал. Не так и плохо, кстати, для переднеприводного автомобиля. Потому что зацепа прям фигово. Мало. Так, по ценам. Наша машина в топ-комплектации люкс. Без скидок, без всего. Прям стартовый ее ценник. 1,470,000. Ну, там всякий тренд-ин, финанс-шмананс. 1,360,000. Ну, окей. В общем, где-то за 1,200,000, я думаю, вам ее отдадут. И, кстати, да, надо брать только вот топовую версию люкс. Потому что сэкономив всего лишь 70,000 рублей, вы купите намного более голый комфорт и много расстройства. И по ценнику поспорить с ним могут лишь Крета, Каптюр, там, Аркана. Но... Да, китаец дороже, но он и больше. Ну, а цены на новые Креты, Каптюры и Арканы удобнее всего смотреть на агрегаторе новых автомобилей от официальных дилеров автоспот.ру. Хороший выбор цветов и автомобилей в наличии. И даже если вы не планируете покупку в ближайшее время, но интересуетесь обзорами, тест-драйвами и просто хотите почитать об автомобилях, то советую посетить их блог, в котором вы все это с легкостью найдете. Ссылка, как обычно, в описании. Так, давайте, интерьер. Но для начала... Хо-хо-хо-хо. В интерьере все прикольно, все нравится. На ощупь и на взгляд единственное, где хреновый пластик, это вот от этой линии выше. Здесь вот он так себе на... И вот здесь на дверях он тоже прям жесткий, такой неприятный. Но зато есть Газелькин Ларчик. Прям как в Каптюре. Как-то даже здесь все поаккуратнее сделано, на самом деле. Жесть. Почему так все в китайцах хорошо стало? В остальном, везде и всюду материалы очень прикольные. Вот реально, что не трогаешь, все приятное на ощупь. Даже вот эти кнопки под рулем, здесь вот на балдашничек. Все прикольно. У нас здесь бесключевой доступ. Двухзонный климат с деревом под названием Forest Air. Круто же, с ионизатором. Круиз-контроль. Так, подогревы передних сидений. Электромеханический ручник. Вот здесь какие-то вставочки прикольные. Они красные, в сидениях такие же. Ну, все, опять же, повторюсь, собрано. Ну, все подогнано. Все, блин, ничего не шатается. Здесь все монументально. Люк. Опять же, китайцы очень любят люки. У нас здесь есть люк. Подсветка. Офигенно выглядит. Прям какой-то атриум, я не знаю. Ну, классно. У нас декорации. Как кнопочка глонасса. Маленькая, клевенькая. Ну, аккуратно же все сделано. Прикольно же, а? Что у нас с музоном? Здесь главное сразу провалиться куда-то. Потому что здесь у нас Windows XP. Здесь в радио заходишь, уже все стильно сразу становится. А Apple CarPlay и Android этих авто нет. Но есть какая-то своя Easy Connect. Она и под Apple, я так понял, и под Android. Ставишь приложение и шуры-муры. В общем, у тебя, наверное, даже больше приложений будет. В общем, все здесь немножко в обход сделано. Плюс к этому, помимо того, что у нас есть задняя камера. Такая приличная, в принципе, и на весь экран, слава богу. С разметкой, с динамической. Даже можно что-то поменять. Там на такую парковку, такую-сякую. Мы можем... У нас есть кнопочка здесь. Называется «Привет, Subaru Forester Pimp». И, пожалуйста, у нас камера в зеркале боковом, которая позволяет парковаться. Все удобненько. Видишь колесо. В бордюрчик подъехал. Все классно. Тоже приятная мелочь. Так, о посадке. С ростом 1,90 метра. Спереди я сел нормально. Все здесь регулируется. Руль и по высоте, и по вылету. Все удобненько. Сижу нормально. Подушка, естественно, коротковата. Ну, это стандартно для всех азиатских машин. Но в остальном хорошо. Давайте смотреть, что будет, если я сяду сам за собой. Так, садимся. Так, подголовничек сделаем. Так, по ногам шоркую. Но, в принципе, не надавливает на колени. Нормально. Мягкое там все. Притырочку. По голове запасы тоже есть. Подлокотничек. Все тоже по-простому. Есть подстаканники, которые на ощупь намного, раза в три с половиной приятнее, чем были в Ягуаре в Pace. За 7 миллионов, например. Подлокотник. Тоже простой вообще. Даже тут никаких нулан, хоть ничего не трясется. Климата здесь нет. Есть дефлекторы. Там он в глубине. USB зарядка. И непонятная какая-то ниша. Я не знаю. Ну, может, туда ботинок не вылезает. Можно просто что-то, я не знаю что. Регулировка. Ну-ка, смотри. Что тут? О, есть. Есть регулировка вдруг. Таких вот наклонок. Можно так сидеть. Но я бы предпочел был сидеть вот так. Вот так сразу, кстати, вот запас побольше. Здесь уже рука была влезать начинает. Нормально. В принципе, сидеть сзади, даже сам за собой, задыл-дыл-дыл, сидит нормально. Аккуратненько. А, подогрева сидух нету. Ай-яй-яй. Нету подогрева сидух сзади. Кстати, как и подогрева, нет руля. Тоже косячок. Хотелось бы уже на современных машинах иметь эти опции. Итак, что у нас здесь? Дрифтующий жигуль, а мы будем проверять оффроуд. Но так как это переднеприводный кроссовер, мы проверим это адекватно. Будем штурмовать глубокий снег, сугробы, попробуем что-то такое. У нас тут система курсовой устойчивости Bosch третьего поколения. Поэтому ее выключаем. Но у нас не выключается имитация межколесной блокировки. Посмотрим, как все это будет работать. Хреначем. Я еду по сугробам. Вот прикольно. Нифига себе. Вообще. Пофиг. Опа-хоп. Подхрустывает. Блокирует все. Там подкусывает буксующее колесо. И вперед. И далее я еду как легко. Вот, в принципе, и все. Нормально. Так. Что-то Bosch третьего поколения очень сильно едет. И сугробы это как-то так себе для этой машины испытания. Поэтому мы, как обычно, на грани срыва съемок. Ну, окей, вниз я спустился. Теперь будем вверх. В натяжечку. Два колеса. Ну, два колеса буксуют. Буксуют два колеса. А я отсюда выеду. У него нормальный привод. У него норм... Во! Во! Все видно. Все четенько. Выезжаем. Не выезжаем. Ладно. Надо брать разгон. Скользко. Хрена себе там яма. Это я в такую яму заезжаю. Попробуем здесь. Офигенно. На самом деле клево работает. Он, во-первых, шлифует двумя колесами четко. Во-вторых, я такую там яму, оказывается, заехал. Саня, как всегда, стоит такой вообще. Там уже машина с обрыва летит. В общем, по работе электронной имитации вообще зачет. Мне нравится. Прикольно. Электроника прикольная. Передний привод прет хорошо. Это вот прям радует. Так, первое. Плавный сходок. Здесь, наверное, машина что-то наподобие крето тигуана. То есть она такая средняя жесткая даже. Ну, то есть потрясывает. Не мягко, не очень комфортно местами. Вот как мячик такой плотный машина. Но самое главное, что подвеска работает тихо. Нет ни пробоев, нет ни отбоя вот этого, как у тигуана. Шлеп вот этот. Что мы хорошо увидели и услышали на нашей дороге для пузотерок. Так, ну что, дорога для пузотерок. Смотрим, залетаем. Давай разгон. Снег впарит. 50. 60. Ну, коврик сзади звуки издает только коврик. Жестковато, конечно, едет. Хочется притормозить, но удар держит машина. У-у-у, как хорошо свожу. Жестковатенько, конечно, но держит удар, да. Никаких пробоев таких, прям ничего нет. Прыгает, прыгает. Слушайте, вообще, самое главное, что прикалывает, это то, что тихо работает подвеска. Вполне, вполне, вполне мне нравится. Она жестковатая, но норм. Тихая, прикольно. Далее, по тормозам. Никаких претензий. Педаль адекватная, замедление тоже адекватное. Все, понимаешь. Ну, то есть, все, здесь прям никаких вот вопросов. Все круто. По шумности. Через стекла, в принципе, не так всего много проходит. Считает ветра тоже не очень. Ну, как? На фоне шумящих шин, которых тут очень много. Да, здесь шиповка и, ну, блин, все равно, как-то уже чересчур. У-у-у-у, вот этого воя внутрь проходит через арки, через низ. Движка одновременно с этим не слышно. Ну, то есть, он на холостом, вообще он беззвучно работает. На ходу, учитывая, что автомат не сильно расторопный и переключается сразу вверх, тоже его нет. Автомат прибодрить можно, естественно, спорт-режимом. Он здесь вообще прям адекватный. Вот как мне хочется, едет он в спорт-режиме, прям в городе здорово. Руль. По рулю. Пока вот отклонения небольшие, все прикольно, все понятно. Как только ты вот так где-то сделал поворот, все. То есть, вот так, 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 уже все, не понимаешь, на какой угол колес. Но пока в пределах разумного, то есть, это вот какие-то такие углы, все, в принципе, ну, может быть, чуть-чуть отстает усилие от угла. Оно так после приезжает. Ты уже довернул, а только потом, чуть-чуть после, понимаешь, вот они колеса как будто подъехали. А так, в принципе, да нормально, ну, для такой машины нормальный, адекватный руль. Так, что у нас по багажнику? Пипку нашел. Смотрим. Ну, вполне себе так по размерчику. Очень все аккуратно выглядит. Пластик прям здесь ровненько, все ровненько, все заподлицо сделано. Блин, охренеть. Так, ух, ничего себе. Вот это Китай. Помимо того, что здесь нормальная вот эта вот штучка. Она толстая, хорошо сделанная. Блин, я сразу вспоминаю, прям вот у нас недавно была Sonata с Camry. Я прям вспоминаю, прям бренды делают, багажники классные. Не то, что вот Китай, да? Так, что здесь? Ну, понятно, здесь, конечно, он, блин. Ой, картонки, конечно, полные. Рассинхрон внешности и вот этой вот пенки, и у этой машины, конечно, мощный. Охренеть, ребята. Потому что здесь у нас до хрена пенопласта. Это увеличенный, в общем, держатель для телефона, который в воздуховод вставляется. Вот он увеличенного размера. Здесь есть у нас органайзер с инструментами. Здесь еще что-то у нас пластиковое. А, это все уже держится нормально, не вытащить. Здесь, в общем, здесь много чего сложить можно, ребят. Докаточка лежит. Даже докаточка здесь упакована в целлофан. Так, смотрим, что у нас по трансформации. Хрясь и хрясь. В общем, нормально выходит. Нормальный багажник, практически ровный пол. Я бы сказал, это ровный пол. Все очень аккуратно, ребят, реально. Закрыто все, все залеплено, все сделано, все подогнано. Офигенно. Плюс еще держатель для телефона универсальный. В общем, что у нас в итоге? Очередное доказательство того, что Китай становится другим. И про него все сложнее и сложнее снимать. Потому что не поржать, не поиздеваться над косяками. Реально, смотришь на это все и думаешь, а он сделан и собран. И материалы все лучше Крета и Каптюра. Вот так вот. Ну что, в общем, давайте завершать. И завершим мы под классную музыку. Здесь каждый раз, когда ты будешь глушить машину, тебя будет сопровождать прекрасная музыка. Увидимся, когда увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова